всем привет очередное видео сегодня будем собирать ssd диск из двух флешек для этого нам понадобится вот эта посылочка который находится переходник на 2 sd карты sata и для таких вот карточки на 32 гигабайт ну конечно они могут быть другие но других не было поэтому я купил такие это купленном магазине то есть у нас получится ssd диск на 64 гигабайта сейчас покажу что в этой посылке какой переходник как он выглядит так вот такой вот у нас переходничок запакован сейчас я его вскрою вот как он выглядит со стороны sata разъем то есть питание и сигнальный с этой стороны вставляется 2 sd карты и сама платка контроллер тут и несколько деталюшек так что будет что вставить мой сгоревший ssd диск если конечно он влезет так ну фирма тут никакой ничего не написано такая платка так сейчас мы вставим него эти карточки и попробуем его подключить проверить скорость приблизится ли он по скорости к ssd я думаю конечно нет но чем он хорош что в любое время можно сменить эти sd карточки и вставить другие если вдруг что-то с ним случится и дальше им пользоваться то есть в этом удобство а не как в ssd диск если он накрывается то уже все с ним уже ничего не сделаешь просто только выкидывать это есть возможность замены карточки кстати 10 класса вот скорость написано 48 мегабайт ну посмотрим как они будут работать в этом устройстве хочу использовать его для установки операционной системы поэтому взял именно 2 по 32 кстати ограничение по объему карточек у этого адаптера нет то есть можете в любые вставить хоть на сто двадцать восемь две карточки хоть там какие самые большие 240 если есть они 128 то есть точно то есть будет у вас на двести пятьдесят шесть гигабайт жесткий диск ну не жесткий диск и твердотельный жесткий диск ну так они вставляются конечно не очень удобно что они торчат у так сильно хотелось бы конечно чтобы они вровень с платы были вот так вот сейчас кстати померю есть у меня сгоревший ssd-шник сейчас я его померю по корпусу влезет он интересно или нет так ну сам корпус влезет влезет как бы но разъемчик будет наружу то есть если что можно будет его туда установить очень даже я думаю неплохо быть так ладно с этим пока все попробую я сначала подключить вот через такой вот бокс вот так вот посмотрим какая у него скорость будет и потом подключу напрямую красота проверить будет разница или нет это адаптер usb 3 0 правда в компьютере нет usb 3 0 я думаю скорость меньше будет чем прямое подключение пока на этом все сейчас перемещусь на компьютер и будем делать тесты так ну вот мы переместились на компьютер ставил я жесткий диск уже подключил напрямую красота разъема потому что в боксе от внешнего жесткую диску почему-то не заработал сейчас подключил напрямую и будем было проверять так но здесь у нас не появился потому что он еще как бы отформатировал сейчас его формат не заходим в управление управление жесткими дисками так вот он пишет что у нас русский диск чтобы диспетчер локальных дисков мог получить ним доступ надо инициализировать его диск у нас не цели не инициализирован вот он черным выделен а все которые инициализированы они от синенький так щелкаем на него создать простой том далее опыт полный объем его кстати здесь 61 мегабайт тут у нас 59 с копейками назначаем букву ну пусть будет буква д моим далее быстрый формативный мтфс ну тут ничего не меняем мы можем тут метку фон ой до метку тома задать ну допустим его как назвать все как и есть так оставим нажимаем далее и готово так сейчас идет форматирование все на жесткий диск отформатировался вот у нее буква д 59 62 гигабайта мтфс исправим так закрываем его и заходим сюда и вот мы его видим все у нас появился то есть адаптер работает флажки видит сейчас попробуем провести тест на скорость какая у него будет скорость но и сравним какой сотками диск cssd да это вот наш самодельный ssd и вот я и f это обычный жесткий диск сата так сейчас запустим программку диск марк 32 так здесь ставим два прогона выбираем здесь на жесткий диск который мы хотим проверить так вот 60 гигабайт здесь здесь пусть будет гигабайт два прогона и запускаем я думаю видно какие у нас получились результаты конечно ожидал я побольше эти цифры думаю в районе 100 будет что-то меняется разочаровал то есть он не только медленней ssd мы похоже медленней даже обычно высота жесткой диска хотя флажки написано них 47 48 мегабайт секунду скорость на сейчас попробуем уменьшить еще раз проведем тест но я думаю результат не изменится но если даже изменить что не намного я думаю дальше делать то смысла нет и так все видно ничего не изменилось сейчас ради интерес попробуем другой диск который у нас просто обычный сатаниск так попробуем что-то мне подсказывать что он будет быстрее и намного я думаю тут полный провал того и создать диска который мы сделали он даже в три раза даже четыре раза медленнее чем обычный стата жесткий диск то есть результат налицо я очень разочарован почему то я думал что он побыстрее будет работать хотя может мне такой глючный попался не знаю сейчас попробуем еще просто файл на него какой-нибудь закинуть какой-нибудь фильм вот эти фильм сейчас все тогда скопируем хотя вот по копированию как видите 100 мегабайт но как и на некоторых жестких дисках когда буфер забивается сразу скорость падает где-то гигабайт наверно он со скоростью 100 мегабайт секунду скидывает а дальше уже 20 так еще файл на 824 мегабайт сейчас попробую туда скинуть на этот диск так ставить скорость 890 так и есть до гигабайта файл он скидывается нормальной скорости больше гигабайт уже с меньшей причем намного меньше пять раз но на этом буду заканчивать свои тесты сами все видели скорость нехти но я думаю для системы он пойдет грузится попробуй потом установить на нее системы и посмотрим как он будет быстро работать или нет но на этом все ставим лайки кому понравилось подписываемся на канал до следующих видео всем пока ну у Продолжение следует...